Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В паре Лизы Полыгаловой и Вани Барзикова начались ссоры. У ребят было свидание, где они выясняли отношения. Лиза пишет, по приезду на остров начался трэш, ссоры, слезы, крики. Я надеялась на что-то серьезное и настоящее, а получается как всегда. Знала же, что нельзя влюбляться. А в сети очень внимательные зрители Дома-2 разоблачили новенькую участницу Юлию Ефременкову. Она недавно пришла к Глебу Жемчугову и оказывается девушка замужем. Ее муж актер Тимур Ефременков. Они женаты с 2012 года и в прошлом году принимали участие в шоу «Дикие игры» на СТС. Вполне может быть, что они и развелись. Но у Юли статус в сети – замужем за Тимуром. Элен Каминская и Андрей Назаров помирились. «Так уж получается, что не могу отпустить», – пишет Элен. «Слишком сильное чувство». Новый участник Захар решил сделать Майе Донцовой предложение. И девушка, как ни странно, согласилась. Вряд ли парочку связывают какие-то чувства. Скорее всего, ребята решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Допустят ли их в состав конкурсантов, станет скоро известно. Саша Харитонова приглашает своих подписчиков на просмотр фильма, где она снялась в главной роли. «28 декабря премьера фильма «Мама всегда рядом», – пишет Харитонова. «Это моя вторая картина, где я снимаюсь в главной роли. Это одно из самых волнительных событий в моей жизни». Иван Заря раскусил девушку, которая якобы пришла к нему. Оказывается, он стал для новенькой Насти всего лишь проходным билетом. А Ника Шукурова опубликовала фото и видео своих дочек. Вот некоторые комментарии подписчиков. «Вот Гозя сейчас радуется. Передала звание худшей матери этой кукушки. Такие милые девочки приклеилась бы и сидела бы рядом». Ника отвечает, что из-за отсутствия мамы дочки ее не страдают. «Дети рядом всего в двух часах езды и я буду их часто навещать. Мы общаемся каждый день. Они знают и помнят свою маму. А пока они отдыхают с бабушкой. Им весело и хорошо», – как на каникулах, – пишет Ника. Ольга Бузова шокировала своих фанатов во время новогодней дискотеки, которую организовал канал Муз-ТВ. Она выбрала откровенный наряд, чем весьма удивила своих фанатов. Бузова появилась в черном боди, в яркой шубе и сапогах на высоких каблуках. В социальных сетях очень активно рекламируют коктейли для похудения от имени Ольги Жемчуговой. Ольга написала в своем микроблоге, что она не имеет к этой рекламе никакого отношения. «Никаких коктейлей я не пила», – пишет Жемчугова. «Запомните, все это разводняк. Я просто стала кушать очень мало. Пила постоянно чай или кофе, варила бульоны, утром кашку ела, всего по чуть-чуть. Также нервы и стресс дали свои результаты. Сейчас я кушаю как положено, по крайней мере для меня». Вновь появился аппетит, но кушаю по привычке, один раз в день. Зато все, что захочу. Это, конечно, плохо, поэтому я вам не советую. Рита Керн задумалась о новой операции. Мне могут сделать имплантанты 2 литра объемом. Сейчас у меня 1,4 литра. Правда, я боюсь, вдруг лопнут или не влезут. Также это все безумно дорого стоит. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.